Терпимость, как убеждение и поведение. Хвала Аллаху, Господу миров, который говорит из своей священной книги «Юриду Аллаху бикуму ль-юсру аля юриду бикуму ль-юсру» «Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения» Суракарова, аят 185 «Я свидетельствую, что не божество, кроме одного единственного Аллаха, у которого нется товарища и свидетельствую, что наш господин пророк Мухаммад, его раб и посланник да благословит Аллах пророка Мухаммада, его семейства, сокочетимых и многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними, искренне вплоть до судного дня А затем пророк Мухаммад да благословит его Аллах и приветствует был отправлен с универсальным посланием, которое сделало терпимость и облегчение образом жизни, поэтому в исламской религии нет смущения затруднительных обязательств, усложнения или обременения Всевышний Аллах говорит «Он, то есть Аллах, не сделал для вас никакого затруднения в религии» Суракарова, аят 78 А также пророк Мухаммад, мир ему благословит, Аллах оповедал «Поистине религия это легко, но если кто-нибудь начнет бороться с ней, она неизменно побеждает его так придерживайтесь же правильного и приближайтесь и радуйтесь и обращайтесь к Аллаху за помощью утром, вечером и некоторое время ночью Терпимость в исламском шариате это не слово или лозунг, а скорее убеждение, согласно которому мусульманин живет и из которого черпает свой образ жизни Это также один из принципов, согласно которому и по приказу Всевышнего Аллаха рабы Аллаха имеют дело друг с другом Это также один из поводов получения довольства, прощения и милости Аллаха В Священном Коране говорится «Пусть они простят и будут снисходительны, разве вы не желаете, чтобы Аллах простил вас?» Сурасвит, аят 22 Между тем, мы стремимся к тому, чтобы терпимость превратилась в жизненное поведение потому что призыв ислама к снисходительности это призыв к ее практическому применению «Аллах всемогущий и достославный изрек «Не равни добро и зло, а только не зло тем, что лучше и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя словно близкий любящий родственник» Сурасвит, аят 34 Вопрос, который каждый из нас должен задать себе прямо и открыто таков Применяем ли мы такое убеждение к своему поведению? Разве мы приняли его в качестве подхода для взаимодействия со всеми людьми? Это потому что терпимость есть благородное поведение которое мусульманин должен применять во всех аспектах жизни При этом терпимость имеет много видов В том числе, во-первых, терпимость между супругами Брачные отношения представляют собой одни из самых высоко ценимых человеческих отношений Причем Всевышний Аллах пояснил, что они основаны на любви, милосердии и достойной жизни В Священном Коране говорится Среди его знамени То, что он сотворил из вас самих Жен для вас Чтобы вы находили в них успокоение И установили между вами Любовь и милосердие Воистину, в этом знамение для людей, размышляющих Сура Румы, аят 21 А также пророк Мухаммад, мир ему благословение Аллаха, изрек Лучший из вас тот, кто лучший для своей семьи И я лучший из вас отношением к своей семье А в последней заповеди посланника Аллаха Да благословите его Аллах и приветствует Было сказано Всегда обходите с женщинами хорошо Следовательно, терпимость должна стать взаимным поведением Между супругами и гуманитарным правом регулирующим жизнь Во-вторых, терпимость между соседями В Священном Коране говорится Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему с товарищей Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, беднякам, соседям из числа ваших родственников И соседям, которые не являются вашими родственниками, находящимися рядом с путником Сура женщины, аят 36 Пророк Мухаммад, мир ему благословение Аллаха, много и много заповедовал Хорошо относиться к соседям, говоря Джибрил не прекращал давать мне наставление о необходимости хорошего отношения к соседу Так долго, что я даже подумал, что он включит его и в число наследников Он, да, благословить его Аллах и приветствует, еще сказал Кто верит, кто верит в Аллаха и судний день, пусть почитает своего соседа Более этого, как-то раз пророк Мухаммад, мир ему благословение Аллаха, сказал Не уверует, клянусь Аллахом, не уверует, клянусь Аллахом, не уверует Сподвижники спросили, кто у посланника Аллаха Пророк ответил, тот человек, сосед которого, не находится в безопасности от него В-третьих, терпимость между коллегами на работе, в университете, в школе и так далее Священный Коран укрепил отношения между всеми людьми Священный Аллах сказал О люди, воистину, мы создали вас из мужчин и женщин и сделали вас народами и племенами Чтобы вы узнавали друг друга и сами почитаемые перед Аллахом среди вас наиболее богопоязненные Воистину, Аллах, знающий, ведающий Сурокомнаты, аят 30, 13 Посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует Обладанно и лучшим благонравием среди всех людей и всех сподвижников Так, умер ему благословение Аллаха хорошо относился к ним Нагишал их больных, посещал их Давал пожертвования их беднякам, выплачивал за них долги Удавлетворял их нужды и прощал их ошибки Симогущий Аллах говорит По милости Аллаха, ты был мягок по отношению к ним Если бы ты был грубым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя Извини же их, попроси для них прощения и советуйся с ними о делах Суросимейство Имрана, аят 159 В-четвертых, терпимость на дорогах и транспорте Человек на дорогах и транспорте может быть подвергнут любому вреду со стороны других Потому что среди людей есть те, кто неделикатный, грубый, терпимый, сильный, слабый, сдержанный и возмутимый А как же правильно, а как же прекрасно, когда человек встречает все это с терпеливостью и терпимостью Отвечая на чужие деяния мягким и вежливым образом Аллах слава ему и величия сказал А рабами милостивого являются те, которые ступают по земле смиренно, а когда невежды обращаются к ним, они говорят благие слова Сура развлечения, аят 63 А также пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, поведал Не войдете вы в рай, пока не уверуете А вы не уверите до тех пор, пока не станете любить друг друга Так не указать ли мне вам на то, что приведет вас к взаимной любви Если вы будете сделать это, распространяйте мир между собой Кроме того, необходимо соблюдать правила дорожного движения Предоставляя места для старых, слабых и женщин Принимая во внимание чувства людей и проявляя к ним доброту Пророк, доброславитель его Аллаха, приветствует, сказал Доброта всегда украшает собой то, в чем она есть А когда что-то лишается доброты, это неизбежно приводит к бесславию В-пятых, денежная терпимость Расходование ради Аллаха – это свидетельство веры в него и в его посланника А также доказательство праведности и приамоти раба Благодаря расходованию ради Аллаха верующие познаются И сердца их объединяются А рабы обретают благочестие Совышний Аллах сказал Вы не обретете благочестие, пока не будете расходовать из того, что вы любите Судя семейства Имрана, аят 92 А также пророк Мухаммад, ему благословили Аллаха, поведал Щедрый человек, близок к Аллаху, близок к краю и людям и далек от огня ада В-шестях, терпимость при купле, продаже и возврате собственных долгов у других Посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует, сказал Да помилует Аллах того человека, который проявляет великодушие, когда продает, покупает и требует возврата того, что ему должны Тем самым пророк, да благословите его Аллах и приветствует, настоятельно поощрял все, что могло бы привести к терпимости и легкости А также к воплощению смысла человеческого братства и гармонии между людьми Поэтому, умеримого благословения Аллаха призвал людей дать отсрочку должнику, находившемуся в затруднительном положении Посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует, сказал Того, кто даст отсрочку, оказавшемуся в затруднительном положении или вообще простить ему долг Аллах укроет в тени своего трона день воскресения Вот что я хотел бы сказать, я прощу Аллаха прощения и для меня, и для вас Хвала Аллаху Господу миров, мерь и благословение печати всех пророков и посланников Нашему господину Мухаммаду и его семье с подвижником и всем, кто последовал за ним вплоть до судного дня Мои братья в исламе, одним из величайших и простейших проявлений терпимости является хорошее слово Всевышний Аллах говорит Говорите людям прекрасные Сура корова, аят 83 Скажи моим рабам, чтобы они говорили наилучшие слова Сура перенес ночью, аят 53 Хорошее слово должно произноситься со всеми людьми разных цветов, рас и убеждений Потому что это указывает на хорошую воспитанность и прекрасные манеры Было сказано, благонравие это легкая вещь, приветливое лицо и мягкая речь Кроме этого, надо держаться подальше от всякого пустословия Аллах слава ему и величия говорит Которые отворачиваются от пустословия Сура верующий, аят 3 Я, айюха, лавина, аману, атаку Аллаху, акулу, кавлан садида О те, которые уверовали Будьте с Аллаха и говорите правое слово Сура сумми, аят 70 Поистине терпимость является серединой между двумя крайностями Экстремизмом и своеволием Оба они являются преувеличением Отрицаемым исламской умеренностью Которая включает в себя все формы толерантности Простоты и мягкости Имеющие целью устранить все формы экстремизма Чрезмерности и упущения У Аллах надели нас терпимостью В словах, действиях, отношениях и всех наших делах У Аллах, примири нас и обереги Египет и все страны мира Субтитры создавал DimaTorzok